привет мои хорошие с вами селена сэй и сегодня 50 фактов обо мне хотел сказать 50 тысяч фактов обо мне кошмар я эти 50 так долго думала и пока мой маленький спит я сниму надеюсь мне будет хорошо слышно и надеюсь он не проснется потому что он уже вертится и сейчас что-то плохо засыпал кстати в этом углу своей квартиры я еще не снимала как вам зацените мне кажется ничего да еще елочки стоят розовый розовый остались не у меня еще много розового не переживайте я не избавлюсь от розового потому что я влюблю и так кстати я в 50 фактов не написала что я люблю розовый ладно будет 51 может и будет больше может я по ходу еще какие-нибудь факты вспомню в общем поехали первое я блондинка не натуральная у меня средний русый цвет моих волос вот в принципе корни отрастают но вы знаете когда блондинка и отрастают корни они кажутся кажутся на в контрасте более темнее чем есть вообще они у меня такие пепельно-серый русый цвет но если вы спросите и хотели бы либо я свой цвет волос ой это у меня вопрос ответ так второй факт рост метр семьдесят три 3 я лев по знаку зодиака и бык погоду да и горжусь своими знаками крутые знаки всем львам и быкам привет четвертый я ленивая пятый я творческая личность да я люблю петь и танцевать и что-то творить вот видите я теперь на ютубе и это творчество вообще просто же зашкаливает кто бы знал кто бы знал шестое я люблю петь больше чем танцевать да это факт 7 я родила в 31 год это вообще самый супер факт из моей жизни 8 у меня есть брат младший да он младше меня на три с половиной года и я его очень-очень люблю и несмотря на то что он такой большой широкий прям дядя уже для меня он всегда остается младшим братом и он очень добрый он добрый человек девятая я родом из ростова-на-дону да это факт кто не знал я родилась в ростове-на-дону меня родили ростове-на-дону 10 я люблю сниматься фото и видео обожаю я это делать у меня даже в 11 лет вот если я смогу вам показать и мне там кривые зубы длинные мои волосы кстати я такая куда я просто ужас я на камере обезьянка просто обезьяны чуть-чуть и ничего не скажешь я обязательно сделаю это видео надо вот только временно все это найти 11 я люблю животных но не в доме у себя да это факт я их очень люблю правда я очень люблю животных зоопарк в зоопарке не очень конечно там все время вонь бедные животные мучатся я честно говоря была последний раз два парки у меня сердце кровью обливалось я поняла что это вообще не мое развлечение у меня кроме вот этого вот сжимания сердца больше ничего не происходит никакой радости зоопарки хотя как-то мне сказали что зоопарки лучше чем на природе там нужно они голодают можно забывать пищу а тут пожалуйста они лежат им тут все условия стараются во всяком случае лучше чем в джунглях где приходится выживать еще и умереть можно в любой момент ну кто знает кто знает лично вид мне удовольствие не доставляет но соответственно собачки кошечки когда я прихожу домой я очень люблю особенно кошек в гостях особенно таких умных которые заглядывают тебя в глаза кудут тебе на голову на голову на руки свою голову но не все в доме шерсть вонь убирать за ними это вообще не моё последний раз я помню в москве был котик суперские переехала там в одну квартиру переехала и там хозяева оставили котика он был замечательно вообще даже не оставили а я попросила оставьте я вот вообще он такой он меня встретил когда только смотрел эту квартиру подбежал ко мне он вот так вот обнял меня просто понимаете и вот он прям носом вот так целовать здоровый здоровый котяра я говорю все я остаюсь в этой квартире меня главный жилец этой квартиры принял и все игры оставьте мне его но когда он первый раз ходил в туалет этот большой котяра как я это все убирала это кошмар это было закрытыми глазами в темноте и закрытым носом это я чуть не блеванула и тогда я поняла что животные это не моё простите так 12 я ненавижу убираться в доме правда я ненавижу не мыть посуду не пылесосить не мыть полы не протирать пыль вот я не люблю это делать я это делаю вот прям прям по жесткой необходимости ой ну тогда уже я работаю над собой конечно если я завелась и начала убирать то меня не остановить пока все не уберу ну такая я натура 13 и меня не заставишь убирать кстати если я этого не хоть 13 я не люблю готовить да не люблю готовить и поэтому я готовлю из каких-то продуктов которые быстро готовятся вот 14 я не люблю покупать продукты вот что что ненавижу покупать продукты но зато я 15 факт что я очень люблю ходить за шмотками вот за шмотками за косметикой я вообще могу просто себе все ноги истоптать прийти они будут болеть гудеть вверх ногами держать что касается продуктов я только захожу в продуктов магазин их сразу хочется выбежать вот надо как-то разделять у нас кстати с любимым договорились что я хожу по магазинам за шмотками а он ходит за продуктами чтобы я его не тащила с собой а он тогда вот такой бонус потому что он не против ходить за продуктами семнадцатая сочиняю стихи песни с детства да я стихоплёд еще тот самого детства но сейчас стихи не пишу уже песни в основном последнее время но вот у меня есть четыре песни которые в интернете гуляют 18 больше десяти лет прожила в москве да это правда больше десяти лет прожила в москве очень люблю москву хотя к не привыкала долго ну в общем я люблю москву возможно мы я там еще буду жить девятнадцатая у меня есть машина я люблю на ней ездить да очень люблю ездить я не люблю как знаете собраться там выйти да но как только я сажусь в машину уже вся собрана все я очень люблю ездить вообще и слушать музыку там двадцатая не люблю а до 20 я не люблю мыть машину я не люблю ее делать то ей не люблю чистить когда зима вот просто и думаешь блин нужна ли машина не на честно говоря ездить на ней и удобства все что у тебя своя машина они конечно в большом плюсе что ты там ее чистишь и ремонтируешь редко ну не ремонтируешь и делаешь то я в принципе не ремонтировала машину еще то есть то да и помыть там ее нет нет ну потому она у меня чистенько грязненько грязнулька я такая машина мыши так дальше куда я записала остальные годами слушаю музыку только за рулем вот это правда я люблю слушать музыку только за рулем у меня в доме всегда тишина я вообще в доме не люблю тушь и музыку но когда я сажусь за руль то есть у меня тишина телевизор играют и все это ну как бы наш я могу включить там музычку какую-то но не то не то я выключаю я отдыхаю дом но в машине вообще просто музыка меня фрет я прямо в инстаграме выкидываю уже говорила об этом выкидываю постоянно эти видюшки потому что я не могу выйти из не выйти из дома выйти из дома и не зачекиниться как я там пою и кайфую от музыки потому что мне хочется этим поделиться это реально очень круто я не знаю как это на меня влияет но вот так мой кстати любимый слушать дома любит музыку не знаю как мы будем с этим бороться дальше 22 но мы чуть придумаем 22 обожаю смотреть сериалы больше чем фильмы до после того как я открыла для себя сериалы я их обожаю смотреть больше чем фильмы намного больше потому что я прям я мне нравится привыкать героям мне нравится следить уже что там что там будет дальше мне нравится что фильм он короткий да вот его посмотрел полтора часа все впечатления осталось ты его забыл а сериал то есть это качественно суперский снятый какой-то сюжет с офигенными героями только он еще и длится в 2 раза больше представить фильм это начал посмотрел полтора часа закончилось все а тут ты можешь протянуть себе это на много 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 часов много много дней я кайфую и сериалы на самом деле такие суперские что блин еще надо фильм такой хороший поискать а тут блин подарок вообще я большой респект всем вот режиссерам и всем вот кто снимает всем 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 кто организует вот эти вот все сериалы большое вам спасибо честно это вы в жизни делаете для многих людей ну лично для меня лично от себя большое дело я не знаю как бы я жила без сериала просто это такие впечатления это такая радость и смех и слезы и все 23 после родов стала сладкоежкой вообще никогда не была сладкоежкой вот не поверите я всегда у меня соленая сладкая соленая я всегда предпочтусь есть что-то соленое нежели сладкое и так он вообще по минимуму сейчас я не могу без сладкого и просто сладкоежка жутко я просто сладкоежка жутко открыла обзор зайки взять и мало поспал ты не можешь спать когда мама тут базарит ладно посмотри на игрушечки пока так да я теперь сладкоежка обожаю пить чай и кофе латы да кофе я пью только когда там очень много молока я не пью кофе вообще без молока без сахара я не понимаю как это у меня подруга кристинка она пьет без молока и без сахара кофе это ужасно это ужасно невкусно лично для меня и я у меня молока практически ну вот одна треть кружки остальное допустим кофе это кофе должен быть слабенький но нормальный пью лата если он допустим кофе вообще кого-то классный ароматный то тогда я могу взять полноценный кофе и не прося дополнительные сливки или молоко к нему обычно я раньше так делала так я начинала пить кофе и меня кофе реально бодрит и я люблю пить чай да чай мне вместо воды я прям вот пью 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 люблю чайок вечерком для меня чай это вообще не больше что я его так люблю а мне больше нравится что приходит вместе с чаем когда ты садишься пить чай ты как будто еще и входишь в какой-то на эти вот уют тепло посиделочки да вот с подружкой не кофе там утром пить же ты бодряк там перед тем как выйти на на улицу или еще что-то а вот допустим вечером выпить чай посидеть поболтать в общем чай он очень уютный а кофе она такого прям утреннее утреннее дневное заряд бодрость делаем дела вершин 25 люблю ходить по ресторанам да я люблю ходить по ресторанам по кафе и люблю там чекиниться 26 обожаю спортивные и стильные костюмы да кстати если пьяни записала я вот просто 50 фактов о себе не сказал это я писала так ночью сидел вчера да вот всей одежде я предпочитаю честно говоря костюмы мне очень нравится чтобы не сверх были одинаковые и какие-то стильные я люблю и спортивные но не супер спорт прям тогда три полоски азидас а вот ну какие-то стильные такие спортивные но и люблю такие вот прям вот стильные без спортивного которые можно надеть под высокий там какой-то ну не каблук а вот вот эти вот сникерсы да какие-то такие но прямо с которым можно прийти в ресторан такой костюм и ты в таком костюме и ты будешь круто смотреться да и на какой-то выход выйти да вот я люблю такие костюмы и еще я люблю чтобы подежда не мялась блин тысячу фактов я вам наверное сегодня скажу потому что с одним фактом еще 30 фактов говорю 27 после беременности я стала смотреть на состав продуктов да потому что блин и кассы высокой гадости употребляем да стала смотреть на состав это правильно 28 я люблю петь в караоке до люблю петь в караоке очень 29 я люблю море и солнце ну кто не любит точно сказала 30 каждый день я должна сделать что-то полезное да вот если я в какой-то день не сделала что-то полезное мне кажется жизнь прожита зря я должна что-то сделать было на снять видео или смонтировать его к примеру это он полезная как придумала нет это полезно блин мне каждый день пишет сообщение что то один ролик мой вдохновил кого-то то другой ролик вдохновил то еще кто-то что-то узнал это полезно youtube полезно но на самом деле до того как у меня был youtube мне тоже нужно было что-то сделать полезное ой это касалось конечно знаете прочитанные книги какой-то хорошие да это помощь кому-то этом близким да то может быть поговорить встретиться с подругой это все очень полезно на самом деле уделить внимание своим близким это очень полезно и позаниматься спортом тоже полезно так может быть приготовить что-то узнать новое в жизни ну в общем вот так вот но теперь есть youtube и я вообще супер мега полезный человек мне кажется и его я каждая каждый мой день теперь вообще прожить не зря реально youtube вообще изменил может 31 ну прям не так чтобы ну ну да ну сильно 31 я очень коммуникабельная да я очень коммуникабельно у меня вообще нет проблем найти общий язык с людьми со всеми да и я так особо не стесняюсь я просто если захожу допустим в какое-то большое помещение с большими людьми не с большими людьми а с большим количеством людей до то возможно я немного помолчу и понаблюдаю для того чтобы выбрать правильную позицию как себя вести но внутри я абсолютно уверена и если вдруг обращается ко мне какой-то человек то просто ну вот я вот просто поворачиваюсь с открытым сердцем с открытыми глазами я готова слушать что человек скажет что что у него что 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 я слушаю вот так у меня внутри так открывается и все я принимаю без проблем нет замкнутости внутри никакой такой 32 я не боюсь мужчины они меня боятся но это правда это факт ну как бояться не так что бояться прямой какая страшная или там мой боюсь боюсь ну в плане что немножечко минжуются да потому что ну если особенно нравились мужчине я да то соответственно если девушка нравится мужчине то в принципе они всегда так немножечко тушуются и рабеет и так ведут себя но я еще такой человек сам по себе не такой прям да стесняшка чтобы мужчина сразу вот рядом со мной до мужской пол какой-то сразу чувствовал себя каким-то супер мачо это это вообще редкие редкие моменты это если мне нравится мужчина вот как например с моим мужем хотя даже мы когда с ним знакомились было вот такое уже уже не было прям такого совсем что рабеешь да он мне очень понравился я в него влюбилась сразу буквально там с первых дней но не было такого что уже рабеешь потому что ну уже вот какая-то уверенность она есть такая и у нас как-то вот было 50 на 50 я видела что и он где-то стесняется и что-то там побаивается да но я как бы в общем это такие игры разума интересны но в целом я мужчин не боюсь потому что я просто знаю многих девушек и вижу иногда как девушки обращаются с мужчинами и я точно вижу где и что девушка боится вот с мужчиной боится боится ему не понравится это все сразу там целый пласт от того от поведения отпадает до что-то уже не можешь вести себя так а ведешь себя как непонятно кто вот ну как это глупо как-то я такой напористый человек еще то есть если я вижу да там что-то особенно если мужчина такой весь из себя то я еще напористей да то есть я такой воитель можно сказать и кто круче давай посмотрим кто круче что ты такой крутой думаешь буду бегать за тобой да думаешь весь из себя красавчик да много таких поверь классных пацанов на свете много так что не нужно тут из себя что-то строить а вот я редкость я вообще звезда да таких как я мало в общем вот так надо такой настрой должен быть и тогда парни немножечко тушуются потому что они чувствуют этот напор в общем может быть кому-то из мужчин нужны тихие и тихо и спокойная гавань да но я видимо такой человек и в жизни встречаю таких людей и могу сказать то что мужчины любят амазонок нужно быть амазонками так что я желаю вам всем быть амазонками и брать просто то что вы хотите от этой жизни и от мужчин тоже так у меня теперь шатается камеру так как она стоит на кровати я тут и тут малыш моя малыша май малыша мой малышом мой так вопрос читаю люблю купаться в душе у себя и у других это я так прочитала на самом деле я читаю думали отчитаю написала такое какой душ я такого не писал не я люблю купаться у себя и у других в душе нет на самом деле здесь написано люблю копаться в душе у себя и в дороге да так как я психолог такой вот внутри просто я самого детства я люблю покопаться в душе у людей и за что они переживают, почему они так переживают, почему они так думают и не иначе. Люблю покупаться в своей душе, то есть почему я делаю это именно так, почему я так думаю, да. Но больше всего это происходит не сама с собой, а когда я начинаю спорить с кем-то, с человеком, когда мне кто-то указывает на что-то, я начинаю спорить, отстаиваю, и встречаются в моей жизни такие люди, которые могут указать мне на мои какие-то минусы, ошибки, может быть, какой-то неправильный какой-то взгляд. И это очень тяжело сделать, это очень редкие люди, которые могут это сделать. Им действительно нужно обладать знаниями, терпением и большой мудростью для того, чтобы мне донести что-то. И, честно говоря, я люблю, когда открывают во мне что-то новое, когда я меняю свой взгляд со скрежетом. Представляете, вы там 20 или 30 лет смотрели одним взглядом и думали, что вот так правильно. И вдруг какой-то человек в один прекрасный день доказывает вам аргументами, что вы думали неправильно, что это не работает, что подобный взгляд может привести и ведет именно вот к каким-то следствиям, которые нежелательны для вас. Это вообще не реал. Это инсайд просто, вау, спасибо. Очень долгое время это делал мой друг. Он старше меня, и он просто очень много поменял во мне, благодаря чему вот я сейчас такая, какая я есть. Вот. И... Ну, он действительно очень такой широкой души человек. И сейчас это делает мой любимый человек, потому что он действительно умный у меня мужчина и терпеливый за счет того, что он меня любит. Конечно, куда ты денешься? В общем, он имеет вот это все для того, чтобы донести, что-то поменять и заставить меня где-то извиниться, когда я действительно не права. Да. Дает мне время осознать это. А я буквоед. А, нет. Тридцать четвертая. Не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины. Да, я еще вот такая вот... Люблю поспорить и докопаться до истины. То есть, если что-то... Нет. Ну, на самом деле, я учусь. Учусь. Раньше я доводила людей до слез, потому что вот, ну, истина должна восторжествовать. А многие не хотели на какую-то тему общаться, не хотели где-то спорить. И для многих вообще спор — это ругань. Я никогда не считала. Да, это может происходить эмоционально, как так? Но это же аргументы. В спорах рождается истина. Я обожаю спорить. И я обожаю людей, которые любят спорить. Те, которые не любят спорить, уходят от ответов или из спора делают реально какой-то скандал, то, наверное, это не мои люди. Мои все нормально к этому относятся. И мы спорим. Страсть такая кипит в споре. Тридцать пятый. Я буквоед. Буквоед. Я узнала, что... Я, кстати, думала, что буквоеды — это плохие люди. Меня однажды назвали буквоедом. Я говорю, что ты сказал? Какой тебе буквоед? И нормальная чека. Но на самом деле буквоед я потом почитала вроде бы и выяснила, если ничего не изменилось, что буквоеды — это те люди, которые докапываются до каждого слова. То есть, допустим, кто-то что-то сказал, да? Сыночка, он, ты читаешь мне камеру? Я тут читаюсь такая. Кто-то что-то, допустим, сказал и, допустим, гляднул какую-то глупость. Я вот просто не могу дальше разговаривать с человеком, пока я не укажу на этот момент. То есть, ну, понимаете, буквоед. То есть каждое слово. Не то, что там по буквам, как сказано. Я на самом деле к орфографии не придираюсь людей, если они не умничают. Вот если человек пишет какие-то хорошие вещи, пожелания добрые, если он с позитивом и с добротой, да? И это не какой-то там мой близкий человек, хотя я и близких особо не поправляю, да? Ну, я хочу сделать человека лучше, например, да? Я не обращаю на это внимания. Ну, пусть пишут с ошибками, ради бога. Ну, как бы... Они взрослые люди, сами поймут в какой-то момент, что там и поработать, может быть, там маленькие кто-то пишут, допустим, да, там комментарии или сообщения или еще что-то. Но если человек умничает или он с негативом, то я обязательно укажу ему на то, что он написал какое-то простое слово с какой-то наипростейшей вообще ошибкой. А вот такой я человек, да. И да, и если вот кто-то написал какую-то глупость, какой-то такой взгляд вообще непонятный, да? Или там, например, ну, вот просто что-то такое. Я говорю, а с чего ты взял? Или, например, понятие, слово подменяют какое-то, да? Пишет вот это, вот это, вот это. И я говорю, а что это значит в твоем понимании? Потому что, исходя из того, что ты пишешь или говоришь, какое-то происходит несоответствие. Часто бывает, что люди просто не знают определения слов, да? Либо у них действительно какие-то вот такие заблуждения в жизни. Ну, на мой-то взгляд, заблуждения точно. Думать что-то, да, вот. И тогда мы... Я начинаю логически спрашивать, да, там, и вести человека к тому, что у него немного неправильный взгляд. Ну, бывает помогает, бывает нет. Но это очень тяжело. Честно, я знаю, что это очень тяжело. Избавляться людям от взглядов. Даже если они неправильные какие-то, они могут жить с этим взглядом на протяжении долгих-долгих лет. Короче, это, короче, у меня получилось не видео, а какой-то психологический курс прям, я не знаю. Тридцать шестое. У меня нет врагов, никому не желаю зла. Это и правда, у меня нет врагов. Может быть, кто-то меня считает своим врагом, но я никого не считаю своим врагом, и я не желаю никому зла. Если кто-то сделал что-то плохое в жизни, да, что такие были люди, которые обижали, делали плохое мне и моей семье, честно, ой, честно, я желаю им всего самого лучшего. Просто я желаю этого подальше. Я не хочу быть с такими людьми рядом, да, чтобы близкие мои страдали и еще кто-то. Я желаю таким людям просто осознания, понимания того, что они неправы, и счастья. Я действительно хочу, чтобы они были счастливыми по одной причине, что когда они станут счастливыми, тогда они перестанут делать другим вольно. А все, что они делают, неприятное, испытывают злость и многое другое, это все от того, что человек внутри несчастен. Поэтому, ну, как можно, как можно. Просто подальше, просто подальше от меня. Тридцать семь. Люблю перемены в жизни и очень непостоянное. Да, я очень непостоянная, я очень сильно люблю перемены в жизни, и потому я все меняю. Видите, я постоянно меняю декорации, я меняю цвет волос, я меняю, что-нибудь все время покупаю, одежда мне нужна все время новая. Это что касается, да, поверхностей. Мне нужны переезды какие-то. Я уже не могу в квартире в это, я уже хочу выехать. Но благодаря того, что здесь декорации я меняю, да, и вот происходит такая сильная активность, я пока здесь нахожусь, и меня ничего не тревожит. Но бывает, если одно и то же в моей жизни что-то происходит, мне срочно нужно это поменять. И я меняю что-нибудь, пока моя душенька не успокоится. Я вот люблю находиться вот в этом изменении всего. И 38-ое. Я открыта для всего нового и неизвестного. Это ближе к тому, что если происходят какие-то перемены в жизни не по моей, не по моему желанию, да, не я этого меняла, а просто обстоятельства так сложились, то я достаточно гибкий человек внутри для того, чтобы встретить с радостью эти новые обстоятельства, найти в них плюсы и радоваться жизнью. Друзья, мне не нравится, что моя камера шатается. Я надеюсь, у вас это не напрягает, что она шатается. Вот так прям. 39. Живу интуитивно, даже чай мешаю так. Да, вы, наверное, во влоге видели, да, что я чай мешаю интуитивно. Так раз, два, хватит. То, что нужно. Я живу интуитивно вообще полностью. Я выбираю людей себе интуитивно. Я иду на встречи какие-то интуитивно. Я отвечаю на письма интуитивно, так или иначе. Вся моя жизнь реально это просто интуитивно. Я прислушиваюсь к себе. Я же не знаю, кто встретится мне, что написать, какое видео снять, какое видео выпустить. Я бывает вот так снимаю-снимаю, да, интуитивно думаю, вот, это видео очень многим понравится. Интуитивно там думаю, что вот, ну вот, вот, оно все хорошо, да. Ну, то есть вот все, да, даже каждый ролик я делаю так, интуитивно, надо, надо сделать, я делаю, да, все хорошо, то есть каждую секунду моя интуиция говорит мне, да, 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 то есть такая зеленый свет, бывает что-то происходит, и я чувствую красный свет, чувствую, нет, не хочу, не то, я не буду делать наперекор, даже малейшее, я просто ей настолько доверяю и знаю, что она меня выведет туда, куда нужно. Это же моя интуиция, интуиция это же от вселенной. 40. Не люблю в людях необязательность, да, я очень не люблю необязательность, особенно вот такая вещь, как если что-то сказали и не сделали, сказали не сделали, пообещали не сделали, сказали сделают завтра, а делают, ну, как бы, они делают завтра, откладывают что-то, не люблю, то есть я сама очень обязательный человек в этом смысле, и я, если сказала, сделаю, я из кожи вон вылезу и сделаю, пусть все горит огнем вокруг, да, но я сделаю, правда стараюсь, если у меня вдруг не получается по каким-то причинам, но они должны быть супер-мега уважительны, я тысячу раз извинюсь, потому что то, что я испытываю, когда люди необязательные, да, что-то делают, это очень неприятно и некрасиво, я сразу так о человеке думаю, ну, не очень, да, и потому я сразу представляю, что обо мне так думают, если я что-то не выполнила, соответственно, я очень-очень извиняюсь, я не хочу, чтобы так обо мне думали, потому что я не такая, я очень обязательная. 41. Сама очень обязательная и ответственная, а да, это я сказала, что я необязательных не люблю, а сама я очень обязательная и очень ответственная. 42. Ненавижу опаздывать. Да, я очень ненавижу опаздывать. И если вдруг я опаздываю, все, у меня нервы, злость внутри какая-то там. А, я опаздываю, все мне мешают, мне нужно бежать и быть вовремя. Вовремя вообще, минута в минуту. Ну, раньше это редко, но я так все время хочу вовремя быть. Это же клево. Чтоб тебя не ждали, не нервничал человек. 43. Не люблю слово надо. Во, со словом надо у меня с детства проблемы вообще. Если я слышу слово надо, я сразу не хочу. Поэтому это надо, в общем, варьировать здесь. Те люди, которые со мной живут, они знают, хотя мама, никак вот, мама, смотришь меня, никак не может запомнить, что дочка твоя не любит слово надо. И постоянно мне, надо там это сделать, надо это сделать. Я говорю, мама, мама, ну, пожалуйста, ну, ты же уже должна знать, что я не люблю слово надо. Серьезно, она сбивает все желания у меня этим словом. Вот такая мамка у меня. Ну, она просто такой человек. Она делает, что надо. А я не могу. К этому сложно привыкнуть. 44. Не люблю советы, если не просила. Да, я вообще не люблю советы, потому что я сама такой человек, который готов и люблю советовать всем. Я сама все знаю, вот так. И когда мне начинают советовать, особенно очень мало людей, которые вообще в жизни что-то понимают. Ну, реально редкость. Я люблю таких людей, я окружаю себя ими, очень люблю взаимопонимание, широкую душу, глубину всего взгляда. Да, но этих немного людей, очень много людей поверхностных, к сожалению. Кто знает, да, тот меня поймет. И потому, когда начинают советовать на каких-то вот таких поверхностных уровнях или еще что-то, я не люблю это. Ну, я же не просила, мне не нужен совет. Это я советую от избытка, я знаю. И кому интересно, тот смотрит. Кому не интересно, тот выключает видео. Ну, правильно? Я же не стучусь к вам домой, не советую, говорю, вот, посмотрите, пожалуйста. Я не пишу вам личные сообщения, не пишу вам на почту свои советы, правильно? Правильно. Я просто веду на своем канале. Это все равно, что я у себя дома выпускаю эти ролики. И кто-то стучится ко мне и смотрит, что же я тут делаю. Все равно, что кто-то ко мне домой посмотрит и смотрит, как я готовлю, что-то у меня там спросит, допустим, да, 50 фактов там этих, да. Что там я малышу покупаю, или что я сегодня купила, или что в фикс-прайсе, да, я сегодня купила. Ну, вот какие-то такие вещи. Пришли и это. Вот как-то так я это сравниваю, свой канал. То есть это я у себя дома, я на своем канале как у себя дома. Все вот выкладываю, и поэтому могу здесь советовать. Не захожу никому в комментарии, ничего не советую. И не стучусь никому в сообщения, ничего не советую. Только когда это просят. Вот, это 44, это я не люблю советы, если я не просила. Да, и 45, а если просила, то можно советовать. И 45, я люблю давать советы. Да, я очень люблю давать советы, потому что в этот момент я понимаю, что человек что-то не знает, ему что-то хочется узнать. И я всегда советую то, что действительно работает. Ну, во всяком случае, с моей стороны. Если это не работает, или работает только для меня, я тоже об этом предупреждаю. И я всегда радуюсь, когда мои советы людям помогают. То есть, я себя чувствую полезным человеком. И для меня очень важно быть полезным. Если я полезная и делаю кому-то хорошо, значит, я живу полноценной жизнью. 46, люблю делать подарки. Люблю делать подарки, потому что люди радуются в этот момент. И люблю получать подарки, потому что я тоже люблю испытывать счастье. Люблю сюрпризы неожиданные. Вообще, люблю подарки. Ну, это круто, это приятно, очень. Подарки. Подарок. Просто. Ты не работала, не трудилась. Просто так тебе подарили. Это, наверное, говорит о том, что ты неплохой человек, если тебе дарят подарки. И это тоже круто осознавать. Сина, не шатай мне камеру. Все, осталось немножечко. Я люблю деньги и люблю возможности, которые дают эти деньги. Да, все, у меня многое направлено. Я понимаю, что благодарить деньгам можно много-много в жизни. Но везде нужны деньги. Ну, что поделать. И я люблю деньги. Да. Я меркантильная сучка. Так меня мой любимый назвал, когда мы познакомились. Но на самом деле он понял, что я не такая. На самом деле я не такая. Потому он меня полюбил, наверное. Но назвал меркантильной сучкой. Так, 49. Люблю встречаться с подругами и часами болтать. Да, я обожаю встречаться с подругами, болтать. Я всегда на это уделю время. Я отдыхаю в этот момент. И мы можем вообще и по телефону, и по скайпу, когда я в другом городе жила. И просто так встретиться. Ну, в общем, можем болтать. И со своими подругами никогда не иссякает этот источник разговора. Приходит ко мне Лена по телефону, приходит ко мне Кристина. И дома мы всегда найдем, о чем поговорить. И по телефону, и когда встретимся. Можем каждый день встречаться, и каждый день мы найдем, о чем поговорить. Не без устали просто. Язык без костей называется. Ну, бабы, чего? Бабы, бабы. И последнее, 50-е. А, наверное, это 60-е или 70-е, если так посчитать все. То я люблю сосиски и пюре. Да, я решила, что все простенькое. Сыночка, зачем ты пальчики? Зачем ты пальчики? Так глубоко засовываешь. Господи. Я люблю сосиски и пюре, но я уже давно этого не ела. И очень хочу. Вот. Так вот. Все, мои хорошие. Видео опять... Ой, да что ж такое шатается? Видео опять на 20 минут, наверное, будет. Но я надеюсь, что вам будет интересно обо мне узнать вообще столько фактов. Вообще нереал. Я сама себе даже пока вот это все не написала. Написала, знаете, на чем? Это я уже поцеловала, немного стерла. Помаду. Так. Это квитанция. Квитанция за... За что? Пам, не закончилась. В самом неподходящий момент. В общем, это квитанция за свет. И здесь у меня 2,90. Это за январь. Вот. Но мне квитанция не нужна. Почему? Потому что я оплачиваю онлайн. Все. Вот. Так. Все. Я с вами прощаюсь, мои хорошие. Подписка, лайк обязательно. Комментарии. Я буду рада. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok